Он мне позвонил и сказал, Катя, там парень записан, Александр на пять часов, ты, пожалуйста, ему позвони, извини, что я не приехал. То есть настолько ответственный. Ответственный, добрый и необыкновенно стойкий. По безвременно ушедшему отцу дочь скорбит уже седьмые сутки. Пять лет назад отец Екатерины Николай наступил на гвоздь, проткнул мизинец. Этим летом по плану. Ампутировали палец, но спустя два месяца у мужчины отекла нога. Хирург и скорая помощь дали направление в восьмую горбольницу, а там отказ. Почему не госпитализируете моего отца? На что был ответ, гноя в ране нет. Это не наш пациент. Я говорю, а сахар, он критически высокий. Он говорит, а что сахар? Идите к эндокринологу. Пациента отпинывали, как футбольный мяч медики гнойного отделения три раза и лишь на четвертой приняли. Но драгоценное время было упущено. На дупрексе нога была желтого цвета. Тут размотали, и она уже стала бордово-багряного цвета, растутая, там какой-то синяк, они вскрывают кровь по всему. Ну это просто, это кошмар. И когда это происходит с твоим родным человеком, когда ты это видишь, это просто жуть. И они не дали ни одного комментария. Они не сказали ни слова, они еще обхаяли мою маму за то, что у них бахил свалился. А ритмия, низкое давление и температура. Высокий сахар. Николай скончался на третьи сутки после госпитализации. Врач сказал, мгновенный сепсис, выписки из морга. Инфекционно-токсический шок. После огласки СМИ директ Екатерины засыпан сообщениями. Люди пишут и рассказывают о подобном халатном отношении врачей гнойного отделения 8-й горбольницы. Грустная история нашла отклик и в социальных сетях. Екатерина больше недели назад написала письмо в Крайздрав жалобой на халатность врачей. Но почему-то на убитую горем девушку специалисты Алтайского здравоохранения так и не вышли. И не ответили на самый главный вопрос. У меня большой вопрос по этим людям. Почему? Почему они не могут взять ответственность за здоровье пациентов? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.